Всем здравствуйте друзья, меня зовут Дмитрий, а вы на канале ОПОМНИШЬ, на котором мы вместе вспоминаем старые, но интересные игры, фильмы, мультфильмы и сериалы из нашего с вами детства и юности. В этом видео мы вспомним игру, в которой нам приходилось истреблять враждебно на стройных инопланетян. А перед началом ролика я предлагаю вам подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить палец вверх и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Ну что начнем? А помнишь мы играли? Alien Storm это битымап шутер, выпущенный в 1990 году компанией Sega, где аркадного автомата Sega System 18 и в последующем портировано на Sega Genesis, Mega Drive, Master System и домашние компьютеры, такие как Commodore 64, The X Spectrum и другие. В 2007 году версия для Sega Mega Drive вышла на Wii, а в 2009 вошла в сборник Sonic Ultimate Genesis Collection для PlayStation 3 и Xbox 360. Главные действующие персонажи, которыми вы будете управлять, это мужчина по имени Гард, в некоторых версиях его имя Гордон, вооруженный электролучевой пушкой, выпускающий мощные электрические разряды. В версии для Sega Master System он вооружен как бы таким аналогом огнемета, но в отличие от самого огнемета его оружие не метает огонь, а такое чувство, что кашляет им. Робот-скутер, которого версия для Sega Master System зовут Сламмер, вооружен электрическим хлыстом. И девушка по имени Карен, она отсутствует в версии для Sega Master System, а в некоторых версиях игры ее имя Карла, а она вооружена мощным огнеметом. Сюжет игры такой, раса враждебно настроенных инопланетян вторгается на Землю с целью уничтожить человечество. Они уже заполонили улицы огромных городов, приняв формы простых людей и даже мусорных баков, почтовых ящиков, а также других с виду ничем не примечательных вещей. Правительство посылает раз и навсегда разобраться с этой инопланетной проблемой в специальный отряд под названием Alien Busters, что переводится как «Охотники на пришельцев». В отряд входят мужчины по имени Гард, боевой робот-скутер и девушка Карен. Управляя одним из них, вам предстоит проникнуть на инопланетный корабль и уничтожить мозговой центр, по пути крошав капусту всех инопланетян, попутно спасая людей, попавших в беду. Версия игры для Sega Genesis и Mega Drive состоит из 8 миссий, поделенных на несколько этапов. На других же платформах игра состоит только лишь из 6 миссий. По рисовке, управлению и количеству персонажей, Alien Storm похожа на знаменитую серию игр Golden Axe. Также в ней тоже присутствует специальная атака, которая активируется кнопкой «А» на джойстике и тратит энергию. У Карен это что-то наподобие ракеты, падающей с неба. Гард вызывает артобстрел, ну а робот-скутер взрывается сам. В версии же для Sega Master System робот просто исчезает, оставив после себя взрывчатку, а после взрыва появляется вновь. После победы над некоторыми инопланетянами появляются летающие черепа, которые также нужно уничтожить, чтобы получить жизненную силу или энергию, которые требуются для зарядки оружия или для специальной атаки. В версии для Sega Mega Drive и Genesis присутствовало два дополнительных режима игры. Первый это дуэль, такой же режим был включен в вышеупомянутую игру Golden Axe. В нем вы за один раз должны победить надвигающихся один за одним врагов. И второй режим это против, в этом режиме вы сможете помериться силами со своим другом. В сражении один на один. Также естественно была возможность игры вдвоем, что облегчало ее прохождение. Да и мочить инопланетян вдвоем было гораздо веселее. Помимо привычной нам боковой прокрутки, на которых и построен жанр beat em up, в игре часто приходится уничтожать врагов, стреляя как в тире. В основном это происходит по завершению некоторых миссий. После своего выхода игра получила в основном смешанные отзывы от игроков и критиков. Некоторые игроки утверждали, что Alien Storm больше похожа на игру из серии охотников за привидениями. По особенности персонаж гард с его электролучевой пушкой. В сентябре 1991 года французский игровой журнал Tilt поставил игре 90 баллов из 100, назвав ее отличной, но к сожалению слишком простой, кроме последнего уровня. В то же время другой французский игровой журнал Consoles Plus также поставил игре 90 баллов из 100. Они назвали ее красивой и энергичной, но к минусам также отнесли ее недостаточную сложность. А вот немецкий игровой журнал Actueler Software Markt в октябре того же 1991 года поставил игре всего 33 балла из 100, написав в своем обзоре, что игра простая стрелялка, не требующая особого интеллекта. Графика и анимация в ней на очень низком уровне, а звуковое сопровождение просто отвратительное. Лично мое мнение такое. Игра создана для тех людей, которые хотят просто расслабиться, не забивая себе голову закрученным сюжетом и запредельной сложностью. Она короткая и сильно не напрягает, что тоже можно отнести к плюсам. Так как порой просто хочется расслабившись в кресле пройти за раз всю игру, а эта игра в среднем проходится за 25-30 минут. Но вот что может обрачить ее прохождение, так это действительно плохая графика, которая видно, что сделана, можно сказать, на коленке. И звуковое сопровождение. Иногда складывается такое чувство, что было взято из какой-то 8-битной игры. Но все равно игра достойна внимания. А на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте палец вверх и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok